Дорогие друзья, меня зовут Антонина. Приглашаю вас на свой канал. Удачный сезон. Круглый год. В этом году очень уродилась черешня. Цвела. Было прохладно, но заморозков не было. Поэтому лёда вишнёвой мухи во время цветения не было. И черешня вся без червячков. Поэтому спешим сделать из неё заготовки. Сегодня варю черешневое варенье. Черешню промываем. Обобрать палочки. Затем удалить косточки из черешни. Удалять можно разными способами. Можно дедовским способом, булавкой, а можно приспособлением. Я вот пользуюсь вот таким вот приспособлением. Засыпаем черешню с сахарным песком в соотношении 1 к 1. И не бойтесь, что сахара будет много для черешни. Мы там добавим секретный ингредиентик. И варенье получится отменным на вкус. Засыпала. Она у меня простояла ночь. Хорошо пустила сок. И первый раз провариваю. Доводим до кипения. И варим 5-6 минут. Пену пока никакую мы не снимаем. Отставляем тазик с вареньем в сторону. Пусть полностью остынет. Можно даже оставить ещё на одну ночь. Второй раз провариваем черешню. Тоже в течение 5-7 минут. Как видите, пены уже практически нет. Но я её так и не снимала. Поэтому не спешите снимать пену. Она как бы постепенно и сама сойдёт. В очередной раз даём черешневому варенью остыть. И третий, последний подход к этому варенью. Варим в течение 5-7, максимум 10 минут. Но здесь я уже добавляю не сок лимона, как многие делают, а именно дольки лимона с цедрой. Это придаёт варенью особый такой пикантный привкус. И на язык, если попадается вот эта долька лимона, очень-очень вкусно, необычно. Так вроде бы черешневое варенье, а потом раз и попадётся вот такой маленький кусочек лимона. Половинка небольшого лимона, например, на вот эти 2 килограмма черешни, бросила в черешневое варенье и провариваем в течение 7-10 минут. Вот, всё, наше черешневое варенье готово. Оно и ароматное, и вкусное, и аппетитное на вид, и необычное, и сладкое, и с кислинкой, и с цедрой лимона. Ну, супер варенье получается. Вот попробуйте так приготовить. Я думаю, вам понравится, вы будете очень довольны результатом. И вы будете всегда ждать пору плодоношения черешни, чтобы обязательно приготовить новую порцию вот такого вкусного черешневого варенья. Всем вам желаю урожайных грядок, хорошего настроения. Всем пока-пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok